Апрель 1928 года начинается наступление Гаминдана на Пекин. Примерная ситуация в Китае на фронте какая была? Очень быстро сначала наступали, взяли Нанкин, как я рассказывал, то есть южную столицу. Предполагалось, что пройдут маршем на Пекин, но в Нанкине они переругались Гаминдан и начали воевать с коммунистами. Под эту фишку отделились также и левые гаминдановцы, которые в Ухане создали свое правительство. То есть Чан Кайши сначала воевал с коммунистами, а потом и с Ван Зен Веем, который сидел в Ухане. Тем временем, значит, дорога-то на Пекин шла через Шаньдун, который практически полностью Япония контролировала, имела там предприятие, да и вообще пекинская клика, она была уже прояпонская. То есть вот победили эту Нанкинскую клику проанглийскую, а теперь уже Япония начала вмешиваться, уже дальше там была японская зона. Япония напрямую высадила в Циньдао, в Шаньдунском порту, свои войска, ну и возможно драка с коммунистами также подогревалась Японии. Так или иначе, Гаминдан распался на три фракции, по сути. Чан Кайши вообще подал в отставку 12 августа 27 года и уехал почему-то в эту же самую Японию, на которую собирались наступать. Возможно, он там в Японии тоже политику какую-то прокитайскую ввел, не знаю. Значит, Чан Кайши в отставку 12 августа 27 года и ушел в Японию. Но в таких условиях никакого наступления на фронте не было, более того, Гаминдан увлеченно воевал друг с другом. Войска сначала разбили эту левую фракцию Гаминдана, потом у них возникла еще фракция Гуанси, которые заняли Ухань, а Ван Цзинвей бежал в Гуанчжоу. То есть там, короче, еще какие-то силы возникли. Но вот в таких условиях коммунисты, хоть и были разбиты летом 27 года, они хавались по деревням и начали в деревнях создавать крупные освобожденные районы, которые, в принципе, там несколько сельских районов, там могло быть несколько сотен тысяч человек, в принципе, в таких районах коммунистических. Вот в условиях, когда Гаминдан уже воюет друг с другом, коммунисты тоже достаточно усилились. Тем не менее, Чан Кайши порешал вопросы. В ноябре 1927 года Чан Кайши вернулся из Японии в Китай. В декабре его снова назначили главнокомандующим Народно-революционной армией. В феврале 1928 года он собрал все-таки ЦИК Гаминьдана. И в феврале 1928 года они в Нанкине учредили национальное правительство Китая. Официальной столицей стал у них Нанкин. И они себя дальше называли национальное правительство. А все прочие эти фракции, которые там по отдельным регионам, они все это называли, значит, милитаристы, сепаратисты и так далее. То есть в феврале 1928 года они официально заявляют, что правит Китаем Гаминьдан, и у них правительство, соответственно, в Нанкине. Правда, их почти никто не признает. В принципе, конечно, чтобы их полностью признали во всем мире, им нужно было взять Пекин, чем они и занялись. Не установив точный контроль еще за всей страной остальной, то есть там всевозможные фракции продолжали драться в своих провинциях, там коммунисты тоже продолжали свои советские районы организовывать. Но тем не менее, в апреле 1928 года Народно-революционная армия Гаминьдана под руководством Чан Кайши начала северный поход. При этом они, как обычно, вся эта гражданская война в Китае, вечный переход одного на другой. В общем, они перетянули часть армии Фэн Юсяна, которая контролировала север, часть армии, короче, такие из провинции Хэнань, Шанси, Гансу, перешли на сторону Гаминьдана. Но вот эта вся подготовка около года, видимо, вот к этому и сводилась. Подкупить отдельных военачальников Фэн Тянской клики, договориться с какими-то японцами, чтобы прекратить поддержку и так далее. То есть вот эта вся возня, на самом деле, они как бы не балду пинали, они готовили потом быстрое наступление. И так вообще вся эта гражданская война в Китае проводит. То есть долгие-долгие переговоры, потом бах, кто-нибудь наступает, все захватывает. Но так вообще у них было, короче. Вот, договорившись с большим количеством всяческих генералов, они наступали на север, и против них, естественно, там воевал Джан Цзу Линь, который был лидером севера, и против них также воевали японцы. В мае они продвинутся к центру провинции Шаньдун, городу Цзинань, где вступят уже в военные действия с японцами. О чем я расскажу, естественно, в мае, когда будут майские хроники, я расскажу, как Боминьдан повоевал также с Японией. В принципе, они потерпели там поражение, Шаньдунья от японцев, потому что японская армия была лучше. Но это никак не помешало им взять Пекин. В июне 1928 года взят был Пекин войсками Яна Синшаня. Джан Цзу Линь погиб тогда же, в июне 1928 года. И его сын в декабре 1928 года признал Нанкинское правительство. То есть в декабре 1928 года последние, так сказать, те, которые на севере держали еще сепаратисты, окончательно признали Нанкин. И считается, что в декабре 1928 года страну объединили. Но объединили страны, в принципе, во многих провинциях по-прежнему они не контролировались фактически Боминьданом. То есть там по-прежнему были какие-нибудь местные милитаристы. Тем не менее, весной 1929 года даже Далай-лама Тибета признал Нанкинское правительство. То есть ко весне 1929 года уже точно все основные политические силы в Китае признавали именно Боминьдан. Боминьдан перенес столицу в Нанкин на юг, потому что они вообще все были южные. Все там руководство абсолютно южное было. У них на другом языке разговаривали. Они не понимали там нифига в Пекине. Ну вот, Пекин, тем не менее, они присоединили. В общем, считается, что в 1929 году они страну объединили. Но за вычетом большого количества сепаратистов в регионах, которые продолжали там формально только признавать Боминьдана и реальному не подчиняться. И за вычетом, естественно, сельхоз районов, захваченных коммунистами. Ну и о дальнейших событиях, значит, позже. Ну, в общем-то, основная часть страны контролируется. И к концу 1928 года считается, что, да, Боминьдан победил. То есть дальше будет такое десятилетие правления Боминьдана. Но как они будут организовывать уже мирную жизнь Китая, я уже позже расскажу. Потому что будут различные события, связанные с ними. В Великобритании 1 апреля вступил в силу закон о фильмах. Это все госрегулирование, которое везде нарастает, во всех странах. В данном случае господствовал американский кинематограф, и американский кинематограф, и там были монополии вертикально объединенные. То есть все производство фильма они объединяли. В Британии в основном мелкие фирмы были. Они чисто коммерчески не могли конкурировать с Америкой. Проблема еще какая, что язык тот же. То есть американские фильмы не требуют никакого перевода, их просто вот привозят в Великобританию и показывают. В результате государство сочло, что не развивается британское кино, и они установили квоту. То есть чтобы обязательно во всех кинотеатрах какой-то процент британских фильмов показывался. В этом смысл. Сначала была квота 7,5%, потом увеличили до 20%. Ну, канадские и австралийские фильмы они считали британскими, потому что это были доминионы. Индия, на Индии ничего особенно не производила тогда. Ну, Индия тоже считалась Британией, конечно. В общем-то, квота, говорят, ни к чему не привела. Американское кино уже в 20-е доминировало, и в 30-е доминировало полностью. То есть хотя они требовали, что в кинотеатрах 20% фильмов британских показывали, это не привело к подъему британского кинематографа ни в коей степени. Все равно США доминировало и кончилось тем, что квоты в 60-м году отменили. Но до 60-го года у них действовали квоты, как раз вот в 28-м году введенные. Надо поговорить про закон Макнери-Хаугена, американский. Ну, в какой-то степени это параллельно нашей коллективизации. Но американцы решали проблемы по-другому, по-своему. В принципе, американские фермеры тоже повышали цены. Основной конфликт примерно тот же, что у Сталина с кулаками. Фермеры повышали цены. По этой цене даже у них не покупали, перепроизводство было у фермеров. И поэтому, в принципе, государство пыталось осуществить государственно регулированное. Не в тех варварских формах, что у Сталина. В Штатах ситуация такая была. Там, конечно, НЭПа не было, всегда капиталистическая экономика. Дело в том, что когда шла Первая мировая война, все мужики в Европе были на фронте. А мужики в США были у себя в деревне. Поэтому США в огромных количествах продавало продовольствие. Проблема этих всяких военных операций, как и теперешние, даже не в том, что там надо стрелять и люди гибнут, а в том, что огромное количество трудоспособного населения занимается тем, что сидит в окопах. Так вот, фермеры американские подняли цены на продовольствие и хорошо наживались на этой войне. Война кончилась. США тоже под конец в ней поучаствовало. Фермеры ожидали, что после войны еще больше они заработают. Но началось резкое падение цен. Фермеры начали разоряться. Когда они процветали в войну, они набрали ипотечных кредитов. И теперь по этой ипотеке они ничего не могли платить. То есть они еще и кредитов набрали. У них было быстро это... Ну вот быстро, допустим, вот у вас есть какая-то работа, да? Вы внезапно начинаете получать доходы в пять раз больше, чем вы обычно получали. Чем вы займетесь? Вы наберете кредитов, купите большие себе здания, будете, так сказать, жить как барин. И вот этим американские фермеры занялись. А потом все резко упало, потому что война кончилась. И они все начали разоряться. Полный обвал цен на землю. Они начали бунтовать, тоже прятать продовольствие, чтобы, значит, повысить цену и так далее. В общем, всеми способами фермеры американские повышали цены, но они падали. Это, конечно, уже, так сказать, угрожало безопасности, развал сельского хозяйства, угрожало национальной продовольственной безопасности. Поэтому предложили закон Макнери-Хауген о том, что нужно в жесткой форме осуществить государственное регулирование. Это было против традиций. То есть, все еще были у власти прогрессисты в 20-е. Все они говорили, что только либеральные меры, только свободный рынок. Если цены упали, пусть фермеры сами решают свои проблемы. Значит, смысл законопроекта Макнери заключался в том, что нужно датировать фермеров. Значит, нужно тарифные ставки, там, всячески повысить, короче, разница между внутренней ценой и мировой ценой должна покрываться фермерам по каждому товару в виде налога или уравнительного сбора, который будут уплачивать американские потребители. В общем, так или иначе, все это сводилось к тому, что нужно дататься этим фермерам. Этот законопроект про датации фермерам, они подавали с 1924 по 1928 год. Все аграрии его поддерживали, и в 1928 году, как раз в апреле, закон был принят парламентом. Однако, крупные бизнесмены, промышленники выступили против закона. То есть, короче, вся деревня, в том числе крупные предприниматели деревни, закон поддерживали и лоббировали. Но там все-таки индустриальная страна США, а индустриальный капитал против закона выступил по следующим причинам. Деньги забирают, получается, значит, как же, у налогоплательщиков забирают и фермерам дают, значит, деньги забирают у владельцев заводов и отдают фермерам, за что нахуй, почему мы должны им платить. Это первое. Второе, это же вообще, так сказать, беспредел, правительство вмешивается в экономику, это вообще не по понятиям американски. И все там из Адама Смита и прочей классической либеральной всей политэкономии, они излагали, что это все подорвет свободный рынок, у нас будет как в России и так далее. Что касается фермеров, они, кстати, как раз враги этого законопроекта, говорили тоже о кооперации. То есть в США тоже тогда говорят о кооперации, но капиталистической. Значит, фермерам они что говорили? Раз у вас еду не покупают, сокращайте производство, хер с ним, рабочие с голоду умрут, мы ебали их по жизни. Вы должны, значит, если у вас не покупают какую-то одну сельхозкультуру, переходить на другую. Ну, это идиотский городской совет, да, любой крестьянин знает, что быстро перейти с одной культурой они не могут на другую. Вот именно, что городские мыслили, так сказать, вот как в городском бизнесе, ну, не продаешь ты там одну продукцию, купи ты другой станок и делай другую продукцию. А в деревне так сразу нельзя сделать. У нас же там сельхозцикл в деревне, тыры-пыры, да, это нифига, это годы уйдут, что ты переключился. Ну, и, кстати, и вот эти все бизнесмены городские говорили, а, делайте кооперативы. Дескать, это спасет. Надо сказать, что у власти были все еще либералы, поэтому президент поддержал всю эту либеральную программу и законопроект наложил вето. То есть в 28-м году они дотации фермерам не подписали. Даже в парламент аграрии убедили, а президент не подписал. После этого, значит, министр торговли Гувер, которого потом винили во всяческой депрессии, Гувер создал Федеральный совет фермерских хозяйств, которые занимались тем, что они ограничили производство сельхозкультуры. Значит, надо понизить производство. Ну, по логике экономики, да, либеральной, раз у вас не покупают, нужно снизить производство. Вот они собирались снижение производства, они, да, занялись там коллективизацией, правительство пропагандировало кооперативы, давало им льготы и так далее. Что-то довольно похожее на то, что в СССР они тоже этим занимались. Вот, но ни в коем случае не дотации фермерам, как первоначально предлагалось. Они вводили там образование фермерам, всякие образовательные программы, маркетинг там помогали им, допустим, кооперативы, они сбыт продукции поддержат государство. Если вы кооператив создадите, они кооперативный маркетинг поддержат. Вот такие формы, короче. Тем не менее, считается, что все эти меры провалились, так как потом пошел 29-й год и Великая депрессия, о которой я расскажу. А как раз вот эта вся группировка Хаугена, которая предлагала дотации, она потом будет осуществлять аграрную политику у Рузвельта. То есть меры капиталистические, если так грубо, да, меры капиталистические провалились. Меры такие вот более-менее социалистические о дотациях не принял крупный капитал США. Потом говорили, что все это привело к кризису 29-го года, когда госрегулирование достаточно не осуществлялось. И Рузвельт начнет новый курс о государственном регулировании, в том числе и сельского хозяйства, который, все вот эти, которые агитировали за закон Хаугена, все они потом поддержат новый курс Рузвельта и будут там работать во всяких структурах его. И писать там всяческие проекты о поддержке сельского хозяйства. Ну и о Рузвельте я еще впереди расскажу. Впереди у нас 30-е. 30-е фактически в 28-м году начинаются. Поэтому я их сюда. Ну потому что на 29-й год это будет кризис, в 28-м году уже коллективизация в СССР. Все это уже не 20-е. Поэтому я 30-е с 28-го года начинаю. И этот плейлист уже 30-е годы называется. Продолжение следует...